Всю неделю в европейской части России погода бьет температурные рекорды. В центре антициклона оказалась Москва и Московская область. По словам синоптиков, такой аномальной жары в столичном регионе не было за всю историю метеонаблюдений. Как жители городского округа Люберцы спасаются от палящего солнца, узнала наша съемочная группа. Рядом фонтан. Берете бутылочку и прекрасно обливаете своих друзей. И все замечательно. Несмотря на изнуряющую жару, центральный парк Люберец не пустует. Спасительную прохладу люди ищут у главного фонтана округа. Купаться в нем, конечно же, нельзя, но умыться холодной водичкой никто не запрещает. Моря не хватает, конечно, но фонтана этого мало. Душ, вода. Ну что еще в жару можно? На природу надо выходить. Там свежий воздух, там тень. Такую жару мы видим впервые. Как спасаетесь? Вот, водичку пьем побольше. Побольше водички. И в основном дома сидим. Это вот вышли погулять немного. В такую погоду, особенно в полдень, действительно лучше оставаться дома. Но если выход на улицу в пик жары неизбежен, стоит не забывать про головной убор. Находиться под палящими лучами солнца врачи советуют не дольше 15-20 минут. Нам нужно бояться теплового и солнечного удара. Дети, пожилые люди, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью. Должны себя беречь. Люди, страдающие с сахарным диабетом, тоже должны бояться этого солнца и как можно больше проводить времени в тени. Одежда должна быть свободной, как можно больше светлой, просторной. Обязательно должен соблюдаться питьевой режим. Любителям принимать солнечные ванны стоит быть поосторожнее. Безопасное время для загара – рассветные и закатные часы до 10 утра и после 16 вечера. Иначе есть риск – получить серьезные ожоги или солнечный удар. О защите кожи тоже не забываем. Выходя из дома, наносим средства для загара со значением ультрафиолетового фильтра от 45 единиц. А после длительного нахождения под солнцем увлажняем кожу кремом с пантенолом. По прогнозам синоптиков, рекордная жара уймет свой пыл уже на этих выходных. А уже к концу следующей недели столбики термометров опустятся до привычных для столичного региона отметок.